Незадолго до выхода на сцену артисты очень заняты, не любят, когда их отвлекают. Но мы попробуем тихонечко посмотреть, что происходит за этими дверями. Здравствуйте! Здравствуйте! А что здесь делать, расскажите, пожалуйста. Распеваемся. А можно с вами? Конечно, пожалуйста. Что нужно делать? Устаняйте за нами. Девочки, покажем, что нужно делать молодому человеку. В соседней гримёрке и репетирует танго. Екатерина Власова не служит в органах правопорядка. Девушку попросил выступить с ним в паре друг детства и многолетний партнёр по танцам, лейтенант полиции Виталий Адам. Екатерина признаётся, за время подготовки к концерту открыла для себя стражей порядка совершенно с неожиданной стороны. Я сегодня на репетиции увидела, как они поют, танцуют. Я просто в шоке. Такое ощущение ко мне было, когда-то они были актёрами, певцами, вдруг ушли служить. Пока артисты заканчивают последние приготовления, в фойе концертного зала начинает работу выставка, где зрители могут примерить обмундирование бойцов спецназа, подержать в руках современное оружие и познакомиться с историей московской полиции. Тогда улетает из сердца доска. Концерт был посвящён году российского кино. Полицейские исполнили песни из фильмов, полюбившихся многим поколениям зрителей. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто в солнце не остынет. За красочный и интересный концерт своих подчинённых поблагодарил начальник московского главка Анатолий Якунин. Это делалось всё от души. И вы должны все знать, что московские полицейские любят Москву и любят москвичи. И делают всё для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, чтобы вы могли ходить по улицам спокойно, чтобы Москва могла развиваться. Москвичи, для которых и был организован концерт, остались приятно удивлены тем высоким уровнем, который показали полицейские. Получили большое удовольствие. Все так профессионально выступали. На высоком уровне даже дети смотрели с удовольствием. Для меня стало открытием, что сотрудники полиции не только ловят жуликов, но и занимаются самодеятельностью. Под занавес на сцену вышли все участники гала-концерта. Они исполнили песню, которая уже давно стала неофициальным гимном российских полицейских. Марсель Нургатин, Сергей Емельянов, Петровка, 38.